Всем привет! Мы сейчас в маршруле идём на почту, потом мне нужно будет в мои документы сходить в этот многомациональный центр, потому что я ведь так и не сделала себе международные права, потому что тогда нужно было ехать далеко-предалеко, и в общем в итоге мы забили же, но сделать их всё равно нужно, поэтому я решила сделать через ближайшие документы наши. Это намного удобнее, немного дольше, но удобнее. Делать будут, обещают, 9 дней, но это нормально, это вполне приемлемо, так что буду делать здесь, зато рядом. Так, на почту у меня там пришло ещё несколько посылок, вчера забрать не смогла, закрыто было, воскресенье, я молодец. И ещё, сегодня читала комментарии с утра и вспомнила, что я забыла рассказать, меня же спрашивали про организацию интернета на даче. В общем, кто хочет интернет на даче, это можно сделать самому, это совершенно не сложно. Нужно приобрести модем, роутер, роутер, вай-фай роутер. Например, например, Zuxel Kinetic. У меня стоит Zuxel Kinetic 2 в квартире, и такой же стоит на даче, я очень довольна, никаких сбоев, ничего. Очень удобный роутер, сам обновляется через интернет, когда выходит новая прошивка там и так далее, и так далее. Ну, на мой взгляд, беспроблемный и более чем понятный. Купить его можно, я знаю, что в связном, в Евросети, вот в этих салонах связи, в компьютерных магазинах там всевозможных, NYX, Formosa, он много где есть. Так, к нему нужно будет, а, да, важный момент, роутер нужно покупать с разъемом USB, с возможностью вставить туда модем от оператора сотового. Второе. Шаг номер два. Шаг номер два. Узнайте именно у себя на даче, именно на вашем участке, именно в доме, какой из сотовых операторов ловит лучше всего. Желательно именно интернет, именно дату. Потому что мобильный телефон может звонить нормально, а вот интернет может работать плохо. Как только узнаете, можно идти в салон связи и покупать модем с сим-картой именно того оператора, который работает у вас лучше всего. Модем, в зависимости от вашей сети, но лучше всего брать 4G. Потому что, если даже сейчас у вас нет 4G-сети на даче, то, ну, наверняка она в скором времени появится. Этот модем вставляется в роутер. И единственное, что вам нужно будет потом настроить, это поставить пароль на Wi-Fi. Но с этим поможет Google. Потому что у каждой модели роутера своя настроечная система. Так что, Google в помощь здесь. Вот, собственно, и все. Интернет на даче готов. И у вас будет Wi-Fi, который будет покрывать полностью дом, ну, и почти полностью участок. Модем с роутером друг на друга настраивать никак не нужно. Они понимают друг друга автоматически. Как только вы вставите 3G или 4G модем в USB в роутере, они сами разберутся. Вам нужно будет поставить только пароль на ваш Wi-Fi. И все. В этот раз удачно. Сейчас все заберем. Там не закрыт. Там написано было, что у меня ехали 17. Наоборот, широкой 17. Правильно, широкой 1. А теперь они вернутся обратно на широкой 17. Сейчас куда мне? Широкой 1. Открыть, а у вас тоже? Так, уводить. Да. 427-98. Спасибо. Клиент. Клиент. Л. 240-6. Вот это озера стали появляться. Мне кажется, уже прям весна весной. Ну, еще холодно. Так, теперь документы. Сейчас я надеюсь, что больше из меня ничего не попросят сверх того, что я взяла. Я надеюсь, что никаких лишних документов не понадобится. Так у меня вроде все с собой. Правда, фотографии я не стала специально фотографироваться на международные права. Я просто взяла с собой те фотографии, которые у меня остались еще с прошлых разов, с других документов. Ну, а что, они лежат мертвым грузом. Я нисколько не изменилась. Так что, почему бы их и не использовать, тем более они подходят и по размеру, и бумага там матовая, как требуется, и белый фон. Ну, забавно, чуть не отправили нас домой, потому что сказали, что у них буквально несколько дней назад вышло какое-то там местное распоряжение о том, что при подаче на международные права обязательно с собой иметь загранник. Я его, конечно, с собой не брала, потому что сегодня утром посмотрела на сайте, и на сайте никакого загранника не указано. В итоге я все-таки сижу с билетиком, с очередью, вот, и буду подавать, потому что в официальном списке не указано наличие загранпаспорта. Варежки, ты сними машину. Снимаю. По карманам их распекай, и все. Снимаю. Чего? У меня в кармане не влезет. Хорошо. Давай ко мне, у меня влезет. Да, я не бросаю. Бунки. Снимай. Ух ты. Сервис однако. Раскраски всякие. Даже в детских книжках Собянина. Его уже разрисовали, конечно же. Я уже рисовали. Не-не, вон дядю разрисовали дальше. Смотри, тут раскраски какие-то. Я так понимаю, или что это, или это комиксы? Каменный гость. О, можно почитать, видимо. Книжка, наверное. Хочешь почитать? Хочешь порисовать? Мне хочется порицать. Ну давай, поразакрашивай. Ты видишь, тут прям много детей, Машуля? Аллилуйя! Да, я подала на документы, на международные права. Да, 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 наконец-то, ура. Всё, всё, все документы приняли, госпошлину оплатила, всё сдала. Через 9-10 дней будет всё готово. Ну, точнее, через 9 будет готово, но мне объяснили так, что типа через 9 это минимум, потому что у них курьер приезжает вечером с документами. В общем, через, получается, 9 полных. То есть получить их можно будет только к вечеру. Вот, но я приду лучше через 10 дней, так что всё. Одна задача-минус, у меня ещё остаётся впереди Машулины два доктора, стоматолог и, как там, педагог-психолог, по-моему, так. Ну и на лето у нас останутся только анализы всякие. А, ещё прививка! У нас ещё мантушку надо сделать нам, кубокку. Но не сейчас, потому что сейчас говорят, что такой грипп идёт страшный, какая-то там болячка жуткая. Причём в Питере, по-моему, она уже есть. Ну, я могу ошибаться, но я вроде такое слышала. Поэтому пока, наверное, подождём. Может быть, сделаем всё это дело в конце апреля? Не знаю, посмотрим, короче. Пока моя обезьянка сейчас повисит тут, поиграет, побегает. Да? Полазит! Мама! Что такое? А знаешь, я тут учусь... Я тут пока учусь на этих штуках перебирать руки. Да? На этих штуках перебирать руки. Хочешь, я тебе помогу? Страхово? Да, хочешь? Давай! Да? Ну как? А сейчас увидишь. Переставляйте руки. Ну да, да. Ой, мой лучший. Давай, давай. Я в рамки. Да, молодец. Спасибо. Обезьянка моя. Обезьянка. Хочешь, я тебе помогу опять? Не надо. Нет? Я сама попробую. Ну давай, давай. Мне надо самой. Да, конечно. Давай, вперёд. Раз, 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 раз. Давай, иди. Ой, что такое? Что такая паника на лице сразу? Ну, хотя бы так. Давай, я тебе ещё попробую помочь. Давай, иди ко мне. Ну, хочешь, помогай. Так, так. Стой, 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 говорю. Начали? Начали. Бум. Ой, лёшечки. Ой, ой, ой. Всё? Да. Прикольно, да? Ой, кто-то эту грабельку забыл свою. Да. А вон девочка идёт там за грабелькой, наверное. Итак, в посылочках у нас пришли чехлы. Чехлы для Димки, для телефона, для его. А то он у него такой скользкий, что ого-го. В общем, очень приятные, кстати, чехлы. Очень приятная резина у них. Даже не знаю, резина, силикона, она такая матовая. Прям бархатная-бархатная. И каждый в таком индивидуальном пакетике. Короче, класс. С каким-то наполнителем внутри, мягким тоже. Вот. Очень приятные чехлы. По крайней мере, мне нравятся. Не знаю, будет ли носить, но он их сам захотел. Я ему их заказала. Вот. Тут синий, мятный и прозрачный. Так. Также у меня в посылочке лампочка умная для... Я её хотела в коридор вообще поставить. Потому что у нас вечно в коридоре свет горит просто так. Маша не дотягивается его выключить. Но зато дотягивается его включить. Подпрыгивает. Вот. Так. По виду обыкновенная лампочка. Сейчас как бы её не разбить бы так. Вот. Обыкновенная вроде бы с виду лампочка. Ну, насколько это возможно. Но она в разы тяжелее. И она будет включаться-выключаться. В общем, по мгновению умного дома. Вот. Я её заказала для пробы. Хочу посмотреть, как она работает. Насколько ярко она светит. А если всё с ней будет нормально, всё в порядке. Кстати, Philips написано. Вот. А то я закажу ещё таких. И ещё очень хочу в ванну их тоже вставить. Потому что постоянно у нас забывают в ванной свет выключать. В общем, да. Сейчас посмотрим, как оно всё будет. Так. Так. Чтобы лампочку не разбить сюда. И ещё кнопка. Кто-то её уже тут распаковал. Я. Какая умная кнопка. Кнопка для умного дома. Вот она. Это, ну, такой, скажем, физический включатель-выключатель всего, чего хочешь. У меня был план поставить такую одну возле двери. Типа уходишь, нажал, всё разом в доме выключилось. И одну такую возле кровати, когда ложишься спать, жмак и одним мановением перевести квартиру в ночной режим. Чтобы там по движению включались ночники и там вот это вот всё дело в коридоре. И чтобы основные лампочки, люстры и всё-всё-всё выключалось по нему. Ну, и включалось, соответственно, тоже. То есть он-оф, он-оф. Так. Что ещё? А, ну всё. Три посылки. Остальное у меня ещё пока всё в пути. У меня там ещё одна кнопка идёт и, в общем, много чего ещё. Кто у нас тут кнопку тырит, а? Я. Вот. А она, я знаю, что ещё реагирует на разные нажатия. То есть можно, типа, просто нажать вот так. Двойной клик, я знаю, есть. Тройной клик, по-моему, есть. И, по-моему, долгое нажатие. В общем, по-разному она как-то это всё умеет делать. Всё, понятно. Так, ну что, пошли тестить? Да, мышка? Лампочка прикольная. Поставила её сейчас, правда, не в коридор, а вот сюда вот у нас в комнату в торшер. Просто чтобы проверить, чтобы зазря не лазить там в потолочную люстру. И она, оказывается, меняет температуру в зависимости от предпочтений. Вот сейчас стоит яркая. Можно сменить на, например, тёплый свет. Оп. Прикольно. Опять на яркость. И она такая становится белая. Есть ещё режим ночь. Это если, я так понимаю, кто-то пошёл, например, в туалет по коридору, то можно поставить миднайт, чтобы она еле-еле светила. Оп. Слушайте, класс. Мне нравится. А можно выключить, видимо, да? Так, bright. Опять светлая опять. И можно выключить. А, можно ещё вот так вот управлять в процентном соотношении. Так, можно сделать её потише. Оп. Поярче. Оп. Потеплее. Сейчас. Да, вот так. Похолоднее. О, круто. Игрушка можно выключить? Оп. Класс. Мне нравится. Сейчас буду готовить для своих индейку. Разогревается сковорода. Там топлёное масло в ней. О, это не доска. Это просто какое-то наслаждение. Большая. Удобная. Боже мой. Где я была раньше? Почему раньше её не купила? Так, плёночки сейчас надо будет отрезать. Да, и самое главное, что она без ручек. Ох-ох-ох. Поехали. Всё, все покушали, всё схомячили, всё, что приготовила. Надо же. Аппетит отменный, надо сказать. Ребята, я только сейчас узнала про Кемерово. То, что там горел торговый центр с кинотеатрами и столько погибших детей. Не только детей, но в основном дети. Только сейчас узнала. Ничего не буду говорить. До встречи, пока. До встречи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова